Привет, друзья! Меня зовут Кузнецов Сергей и это канал Тату35РУС, канал о художественной татуировке и не только. Ну и сегодня у нас в программе вот такая вот коробочка, красивая, черненькая, вот с таким значком. Я думаю, что все об этом знают. Это тату-машинка от Влада Блана. Машинка с интересным названием. Влад Блатси Вольф Гибрид. И будем ее сегодня обзирать. Так что, кому интересно, поехали, смотрим до конца, друзья, и заставка пошла! Итак, будем открывать вот данную красивую коробочку. Кстати, вот коробочкой надо обратить внимание, но я так думаю, что это на многих тачках от Влада Блана. Коробочка стандартная, видимо и индукции в такую коробочку укладываются, потому что вот написано у нас здесь, при регулярной работе контактный винт выгорает и мощность машинки падает. Его нужно периодически подкручивать по часовой стрелке, предварительно ослабив скрытый винт в контактной стойке. Ну а мы знаем, что в роторной тату-машинке, какой является данный экземпляр, никакого контактного винта не присутствует. Поэтому коробочка у нас стандартная. Ну а машинка выглядит вот таким образом. Сия Вульф, слово в названии, ну не совсем понятно, почему на такое название, видимо, какой-то авторская такая придумка. Ну как я понимаю, что такое Сия Вульф, это такие подводные лодки, вот, причем не отечественного производства. Ну и машинка, я так понимаю, что в цвет моря, наверное, покрашена, может быть, из-за этого Сия Вульф. Вот, ну это к нашему делу, наверное, не сильно относится. Ну а к нашему делу относится, что машинка является гибридом. Гибридами, как правило, у нас называют машинки роторные, которые имеют в своем арсенале вот такую пружинку, похожую на пружинку от индукционной тату-машинки. Ну, по сути дела, все равно это ротор, прямоход. И вот эта вот пружина у нас, она просто оттягивает наш молоток назад, и игла при работе останавливается в верхнем положении. Посмотрим экстерьер. Ну, экстерьер такой, довольно приятный, я бы сказал. Всегда, конечно, Влад радует своими дизайнами. Фирменные значки по корпусу. Машинка серийная. Ну, тем не менее, выглядит симпатично. РЦА-разъем. Возможность подключения под обычный клип-корд. Зажим классический. Вот здесь очень интересно. Нет болтика, который к мотору крепит эксцентрик. Так, мне очень интересно, как вот этот момент сделан. Кстати, кто знает, напишите в комментариях, каким образом все-таки вот эксцентрик крепится. Просто мне этот вопрос интересует. Я действительно просто не знаю, как. Вот фирменный знак вот здесь вот у нас. Фирменные Владово-Бладовские шайбы стоят. Такой с звездочкой. Ну, в принципе, в целом, все более-менее понятно, что у нас с этой машинкой. Давайте посмотрим описание. Да, друзья, видите, прошли давно у нас времена, когда покупали тату-машинки ржавые, индукционные, там, из рук в руки они там переходили. Никаких не было у нас там ни описаний, никаких там, не знаю, там, сертификатов, там, инструкций. Ну, вот видите, все культурно. Все культурно. Благодарим вас за покупку машинки Влад Блад Айронс. Вот такая инструкция по эксплуатации. Как ни странно, назначение данной машинки у нас именно для производства татуировок. Да, ни для чего-либо другого. Ни гайки закручивать машинкой нельзя, ни гвозди забивать. Вот, именно делать татуировки. И что нам пишет производитель? Подходит машинка у нас для закраса разной степени, плотности, для точек и вип-шейдинга, а также для контурения различными группами игл. И вот дальше интересный момент, что написано. Машинка у нас совместима с модулями при наличии специального держателя. Да, ну вот этот вопрос интересует лично меня, потому что, все-таки, когда мы используем модули или картриджи, мы обычно возвратную пружину снимаем. Ну, на таких машинках, по крайней мере, как Stingray, Dragonfly. Но здесь вот эта вот у нас гибридная пружина, которая нам досталась от индукционной тату-машинки. Она никаким образом ведь не снимается. Она все равно у нас иглу заставляет останавливаться в поднятом состоянии. И в модулях у нас тоже уже есть игла. И, соответственно, теоретически должно быть напряжение на мотор. Но в данном случае, вот, производитель считает, что можно использовать модули. Ну, может быть, кто-то больше осведомлен, чем я. То есть, объясните, друзья, почему вот все-таки, например, индукцию мы же не используем, например, с модулями. А вот, например, гибридную тату-машинку без проблем можно использовать. Полярность при подключении клип-корда не имеет значения. Однако, все же, как производитель говорит, необходимо знать о том, что верхняя контактная стойка – это плюс, а нижняя, в свою очередь, минус. При таком подключении клип-корда вал двигателя крутится против часовой стрелки. Ну, и вот часто задают вопрос, ну, особенно начинающие мастера, нужно ли соблюдать действительно полярность на тату-машинках. Ну, я все время отвечаю так, что, в принципе, нужно, но машинка в сиюминутно, она не сгорит, если вы подключите ее наоборот. Просто в таких более сложных конструктивных машинках, таких как, вот, например, тот же Stingray или Dragonfly, есть очень много элементов, помимо мотора, которые трутся, может быть, не так правильно, когда мы используем их в при обратном подключении. Но вот, например, в данной машинке конструкция максимально простая у нас, и поэтому действительно здесь не имеет значения подключать куда плюс, куда минус. Машинка не испортится, не выйдет из строя. Примером безупречной работы мотора в данной ситуации, когда неважно, куда крутится у нас моторчик, можно взять вот обычный бытовой магнитофон. Ну, правда, сейчас молодежь и не знает, что такое магнитофон. Сейчас уже флешка и компьютер у всех, да. Ну, вот раньше мы использовали кассетные магнитофоны, чтобы послушать музыку. И вот мотор-то ведь у нас в этом магнитофоне и в одну сторону крутится, и в другую. И при этом это нормальная работа, и ничего не ломается. Соответственно, сам моторчик, он приспособлен крутиться как в одну сторону, так и в другую. Строк составляет 4 мм у данной машинки, что является таким стандартным явлением довольно-таки. Написано, пожалуйста, используйте подходящее и надежное силовое оборудование с данным аппаратом. Блок питания, стабильно выдающий 3 А, должен быть. Однако, мы пробовали на 2 А и прекрасно работает. Поэтому, если кому интересно, если у кого-то есть желание купить такую машинку, но, допустим, какого-то хорошего блока питания нет, ну, я вам сразу скажу, что машинка, в принципе, работает и на 2 А, и не на, скажем так, не на суперкрутых блоках питания. Так что, вполне можно пользоваться. Вес машинки написано 160 грамм. Даже не будем это перепроверять, взвешивать. Каждая машинка комплектуется гарантийным талоном, мешочком, в котором можно хранить данную машинку. Ну, вот, сейчас я не вижу этого мешочка, но, тем не менее, думаю, что он действительно был. Роторная тату-машинка – это электромеханическое устройство, принцип действия которого основан на преобразовании вращательного движения, возврата, поступательное. И во имя здоровья и безопасности ваших клиентов, а также сохранности машинки, используйте барьерную защиту во время работы, что мы и делаем, друзья. Дальше производитель нам говорит о том, что данные машинки не нуждаются в смазке каким-либо видом масел. Соответственно, ну, тут, в принципе, особо и нечего смазывать. Ну, только что, я не знаю, вот сюда, если только смазку налить. На самом деле, тут еще надо подумать, куда можно вообще смазку наливать. Вот, поэтому, скорее всего, действительно это так. Ну, и дальше у нас тут гарантия изготовителя. Гарантия один год на все компоненты. На лакокрасочное покрытие рамы, кроме замковой части. Ну, замковая часть – это вот здесь, да, то есть, ну, соответственно, мы когда держатели вставляем, конечно же, они у нас царапаются каким-то образом. На это гарантии нет. Но вот мне вот интересно, если я вот эту машинку буду ронять постоянно, там, например, где-то гвозди заколачивать и начну. Ну, вот, и лак потрескается, краска там слезет. Интересно, будет распространяться гарантия или нет. Я думаю, что нет, но, в принципе, ведь, как понять, кидали машинку или нет. Наверное, ли само облезло. Ну, ладно. Условия гарантии распространяются только на первых владельцев. Обмен и возврат возможен в течение месяца. Машинка собрана таким образом, друзья, что любые самостоятельные конструктивные изменения и вскрытия корпуса будут обнаружены производителем. Ну, видимо, где-то, может быть, пломбы какие-то стоят. Не знаю. Вот так чисто внешне не видно. Ну, конечно же, сами болтики, наверное, будут царапаться, если ее вскрывать. Ну, и написано, что не пытайтесь разобрать машинку. В противном случае, вы просто не сможете ее собрать обратно и навсегда потеряете гарантию. Ну, не знаю. Не знаю. Это такое заявление немножечко, может быть, смелое. Поэтому, что я ее, если разберу, то я ее соберу обратно. Это уж точно. Я думаю, что с такой задачей тоже многие другие товарищи тоже справятся. Но, не важно. А, давайте ее подключим. Послушаем, как данный аппарат звучит. Как он поет. Подключим чек зерца. Да, кстати, вот интересно. На моих машинках вот у меня очень плотно мой разъемчик держится. Здесь немножечко он свободноватый. Соответственно, зерца, сам разъем чуть меньше, чем для моего шнура. Ну, это как бы скорее наблюдение, чем какая-то претензия. Итак. Это у нас максимальный, максимальный вольтаж, какой заявлен производителем для данного аппарата 8 вольт. Посмотрим на просвет. Боковых колебаний не наблюдается. Все очень стабильно. Все очень ровно. Главное, радует, что вот здесь вот ничего не хлябает у нас. Вот эти вот соединения. У некоторых машинок, они действительно как-то вот хлябают. И это и в рабочей мешает, да и вообще неприятно. И звуки дополнительные создаёт. Здесь у нас всё чётко. Всё чётко, всё жёстко, максимально. Давайте уменьшим вольтаж. Это сейчас у нас 3,50. Ну и без нагрузки на 3,50 машинка стартует. Причём, замечу, что блок питания сейчас на 2 ампера. Ну, производителям заявлено, что 4 вольта – это уже рабочий вольтаж. Не знаю, я бы, конечно, наверное, не смог бы ничего делать на 4 вольтах. Вот она и у нас 4 вольта. Вот таким образом меняется звук у нас при прибавлении вольтажа. Ну, как уже говорилось, вот он, простенький блок питания. Тем не менее, всё у нас работает. И очень даже стабильно. Стоит данный аппарат у нас на состояние вот сейчас 2019-2020 год. Вот 13,5 тысяч за новую. Ну, вот подобные аппараты. Влада-Блада там, порядка которым год-два я на тату-барахолке. Ну, не знаю, цена, наверное, где-то от 1000 от 5 стартует. Дешевле, не знаю, видел или нет. Ну, 5-6 тысяч вот так вот, такое вот видел. Вполне в хорошем состоянии можно взять, так сказать, на вторичном рынке. Ну, вот новая от 13,5, пожалуйста. Прямо по ощущениям, вот как работает машинка, по звуку, скажем, по силе удара. Прямо даже не подключая и не пробуя на теле. Можно сказать, что она будет и контурить, и действительно плотно красить. Вообще, вот такая вот система, прямоход, ну, лично мне больше намного нравится, чем просто обычный поворотник. Поэтому, в принципе, наверное, можно порекомендовать такую машинку и для мастеровитых мастеров, и для начинающего. Машинка не самая быстрая, ну, вот в плане крутящего момента, но довольно производительная. Ну, вот тут еще заметим, что, ну, вот, скажем так, хозяин данной машинки, в общем-то, и принес мне ее, потому что немножечко не может к ней привыкнуть. Ну, вот он работал на таких вещах, как, там, Dragonfly, которые такие побыстрее, наверное, все-таки крутящий момент у них. Такие больше похожие на индукцию, что ли, ну, я имею в виду в плане как-то вот самой работы. Ну, вот, ротор такой более классический, в более классическом виде, ну, оказался немножко непривычным для него. Ну, я думаю, что, возможно, привыкнет, ну, возможно, выберет себе что-нибудь другое. Так что, ну, любая машинка, как мы знаем, все-таки любая машинка на любителя. То есть, кому-то одно нравится, кому-то другое, кому-то поворотники нравятся, кому-то вот прямоходы, кому-то, может быть, гибриды больше нравятся. Ну, и так, друзья, кому все-таки не понравилось данное видео, обязательно ставим дизлайк, подписываемся на канал. Ну, а меня зовут Кузнецов Сергей, и я верю, что все будет хорошо, ну, по крайней мере, когда-нибудь, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok